Россия способна на безумные и агрессивные действия не только в Украине. Об этом в последние дни снова заговорили военные эксперты и аналитики. Среди прочего, страна-агрессор может попытаться захватить Сувалгский перешеек, территорию, которая соединяет Беларусь и Калининградскую область. Это позволит наладить пути сообщения с отрезанной от российской земли территорией. Прибытие в Беларусь многочисленных военных Российской Федерации может быть связано и с подготовкой такого сценария, утверждают эксперты. Подробности в нашем следующем материале. Это Сувалгский коридор, слепая зона НАТО, которая проходит через сельскохозяйственные угодья, леса, холмы на польско-литовской границе и является участком земли, который отделяет Союзную Россию и Беларусь от Балтийского анклава Москвы в Калининграде. Здесь находится так называемый пограничный треугольник. Ну, я давно не видел российских пограничников. Раньше мы даже болтали с ними, но не теперь. Коридор длиной 100 километров является уязвимым районом. Для России – лакомым кусочком. Захват позволит наладить сухопутное сообщение с Калининградом и отрезать для Польши, Эстонию, Латвию и Литву. Военные эксперты предупреждают об опасности. Вот только и местные жители и власти не проявляют никаких признаков опасения возможного нападения. Мы не испытываем чувства опасности. Это нормально. Мы родились и выросли здесь. И мы живем здесь нормально, без стресса. Мысль о том, что кто-то может пересечь границу и воевать с нами, даже не приходит мне в голову. Однако, если кровавый правитель Российской Федерации вознамерится захватить Сувалский коридор, это не будет легкой задачей. Местность к северу от Сувалок, в сторону границы с Литвой, а также границы с Калининградской областью, очень сложная. Это холмистая местность, много озер, лесов, дороги очень извилистые. Для атаки здесь действия могут быть затруднены. Но для оборонительных действий там все идеально. В целом, местные признают, готовиться нужно ко всем возможным вариантам. Мы готовы. Мы не боимся России. Мы не боимся никаких атак. История показала, что мы, поляки, способны защитить свою страну. Будь то Сувалкский коридор или любая другая граница. Думаю, проблем нет. Об этом свидетельствует количество жителей нашего города, поступивших в войска территориальной обороны. Есть некое патриотическое сознание и желание защитить наши дома, семьи и страну. Сувалкский перешейок или Сувалкский коридор многие эксперты называют стратегическим для всего НАТО. И в условиях российского вторжения в Украину альянсу необходимо укреплять оборону позиций.